Полно вам, люди, себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное, вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Представьтесь, пожалуйста. Людмила Дмитриевна, мы сегодня у вас в гостях. Наша передача «Целебная кулинария в моем лице» у вас в гостях. Вы сказали, что у вас накопились какие-то вопросы. Людмила Дмитриевна, ну-ка. Самый главный вопрос. Какую надо пищу есть, чтобы было разжижение крови? Потому что у меня густая кровь, и я по утрам рано... Приходится, я вообще-то Соня, и раньше долго спала. А сейчас встаю очень рано, потому что если я рано не встану, то у меня начинается занимает рукали, вот тут где-то около сердца, вот здесь нога, пальцы, ног. Людмила Дмитриевна, для того, чтобы разжижить кровь, надо употреблять такую пищу, которая бы содержала структурированную воду. Оказывается, действительно, а почему у нас кровь становится вязкой? Оказывается, пища, которую мы в основном принимаем, хлеб, это, можно сказать, хлеб, картофель, клейстерный клей. Знаете такой сон, Людмила Дмитриевна, да? Клей на основе клейстера, на основе крахмала. Поэтому хлеб, мука, мучной и картофель, и все, что на основе картофеля, и в том числе и макароны, это своеобразные клей, которые делают нашу кровь более вязкой. Поэтому вот эти продукты надо как-то ограничить. Второе, оказывается, это такие продукты, как творог, молочное. Это уже такие белковые клей, которые, знаете, вот, например, с молока. Молоко коровьей, что мы у вас не пьем? Да, конечно. Молоко козье у нас. Молоко коровье и козье можно пить. Это очень интересно. Но, оказывается, насколько оно подходит для человеческого организма. Берем корову или козу. У нас есть рога? Пока нет. Пока нет. А у коз и коров есть. У нас копыта есть или нет? Нет. Нету. А шерсть? И шерсти нету. Оказывается, молоко коровы и козы, оно содержит повышенное количество таких белков, с которых строятся вот эти вот копыта, рога и шерсть. У нас такого нету. То есть, там избыток козеина. А козеин... Я тоже обратила внимание. Я кофе с молоком пью. И чувствую себя, вот через какое-то время, некомфортно себя начинаю чувствовать. А это несколько другой вопрос. Это несколько другой вопрос. Оказывается, смотрите, мы сейчас разбираем молоко. В молоке много таких вещей, с которых раньше делали казиновый клей. Наиболее такой, знаете, как склеят это деревяшки, не отдерешь. Вот. Все это клеит нашу кровь. А вот насчет кофе, вы сказали, несколько иное действие. Оказывается, кофе у нас способствует тому, что, как и чай, она обладает вяжущим вкусом. А вяжущий вкус, сами знаете, вот особенно если хурму, мы съедим, как она горло нам взвязывает. Вот. Естественно, ужас. Поэтому, более мягкое действие кофе и чай оказывает на наши сосуды. Он их сужает, естественно, крови двигаться труднее и возникает вот это ощущение, что... Монентом, потом оно проходит. Ну, ясно. Это так реагирует сосудистая система. Лучше всего, первое, вот не чаепить, не кофе, а травяной чай. Травяной чай делается на основе с пороша и полевого хвоща. Вода мягкая. Вы когда пилишь мягкую воду или волосы мыли? Мягкая вода. Существует жесткая вода? Когда вода у нас... От дождя к дождю, то вы забираете воду? Талая вода, либо вода от дождя, она мягкая, она содержит меньше солей, благодаря чему текучесть возрастает. Все легко течет. Кстати, мне вот посоветовали, как-то, одна женщина, где-то воду наливаем в морозильник, а потом пеем. Я как всегда ничего не слышу. Ничего не слышу не делать. Оказывается, когда вода прошла через заморозку, и там еще кусочки льда плавают, ее прежде всего надо пить талую, пить мягкую. А если прокипятишь ее? Если мы с вами ее прокипятим, это лучше все тогда использовать в виде чая. Прокипятили, заваливаем травку с порожью или полевой хвост, или еще, ну, некоторую иную траву. Но в основном, вот эти две травы делают воду удивительно мягкой. И помимо, помимо, значит, воды, очень важно, теперь мы о пище начали говорить и не закончили. Так вот, для того, чтобы кровь была не густая, а была такая текучая, значит, надо примерно сырых овощей или тушеных овощей съедать раза в два, в три раза больше, нежели той же картошки или мяса, или творога там, или еще. То есть, на грамоте мы относим к мясу, или это нас относим? Курочка, рыба, говядина, там, свининка, все это относится там к творожок, это относится к белкам. Средайте большую миску салата, самое важное, о, я не люблю, вот это, вот это. У меня дочка подсказала, что все это я могу разогревать и тушить, и еще вкуснее. Еще вкуснее. Действительно, можно разогревать и тушить, овощи будут более приемлемы. А сырые, вы думаете, мне сказали, что по имени, слышала я, хотели видеть, что они еще улучшают своих качества. А сырые, вы говорите, вам она не нравится. Дело в том, для того, чтобы приготовить правильный вкусный салат, вам необходим особый майонез, который скрашивает вкус той же капусты, которую мы не любим. Так вот, для того, чтобы укропа у нас была хорошего качества, чтобы она была такая текучая, значит, лучше всего использовать сначала клин чай с мягкой водички. Начинаем так? Да, с мягкой водички. Оно уже пошло, разбавляет нашу внутреннюю воду, потому что кровь из воды состоит. Вот. Далее, мы с вами едим, значит, салат или тушеные овощи, они также в основном состоят из водички, в основном. Геннадий Петрович, а это, часто можно чай такой пить в день? Чай можно пить, когда вам захочется. И будете пить вкусный чай и наслаждаться. Дело в том, что мы, знаете, привыкли к таким оттенкам, как в основном терпкий, в основном, он говорит, вяжущий. Вот. А дело в том, что травяные чаи, они тоже могут быть чай из ромашки, терпкий, если много шиповника, он там немножко вяжущими свойствами будет. То есть, такие оттенки, букет таких вкусов, которых не дают. А кофы? Кофе, допустим, пожалуйста, мы можем пить из цикория и получать массу полезных вещей, но при этом и получать кофеин, который нам не нужен в таком количестве из обычного кода. Нет, мне не идет цикория. Пробила, да? Нет. Ну, возможно, там его попить с мидком, с небольшим таким количеством. Там тоже надо подобрать различные варианты. А сахар? В чай не кладут? Сахар, можно ложить и сахар в чай, можно ложить варенье в чай. И с медом можно, да? И с медом. Это все, как говорится, не возобновляется. Но просто, знаете, следует понимать, что лучше всего использовать все-таки естественные сладкие вещества. Ну, естественные сладкие вещества, какие? Это, прежде всего, чай пить с сухофруктами. Очень полезно. Очень полезна сладость. Изюм, курага, черносливы и так далее, цукаты очень полезны. В то же время кишечник работает. А если мы сахар только сделаем, да, будет сладко. Но, у нас получится, что минеральных веществ нету, которые... так как часто пьют чай, будет очень много сахара. Много сахара, это, как правило, уже на поджелудочную железу влияет, то есть нагрузка. Почему у людей пожилого возраста возникает вот в таком обилии сахарный диабет второго типа, это наживное заболевание. Из-за того, что они очень много употребляют сладких веществ. И причем сладких веществ, когда все сразу всасывается. Вот если мы берем сухофрукт, там всасывание идет, ну, не такое быстро, как в сахаре. Поэтому чай, чай можно употребить. Лучше всего с медом, лучше всего можно с вареньем хорошо подойдет. А варенье? Варенье, да. Цукаты. А халва? Особенно сухофрукты. Халва. Больной вопрос. У меня отец дожил до 82 лет. И вот он, особенно в последние годы жизни, очень любил халву. И знаете, в чем особенность вот этой пристрастия любви к халве? Особенно в пожилом и старческом возрасте. В пожилом возрасте, для того, чтобы организм не терял влагу, ему хочется маслянистый продукт. Оказывается, масло сохраняет влагу. А что такое халва? Это семечки подсолнечные, из бельчозы. Это масло. Это обилие. Это масло вообще, это продукт, который тепленький по своей природе. Плюс он сохраняет воду, защищает, как я сказал, от холода. И еще сладенький. И сладенький тоже все любят. И в пожилом возрасте, для того, чтобы чувствовать себя нормально, хочется именно такого продукта, который бы принес в организм нашу тяжесть, сладость и покой. И халва это делает. Поэтому ее так любят. Ну, то есть, от сладости это уже в сахарный диабет никакого отношения? Все дело зависит от дозы. Если мы будем съедать по килограмму, наша поджелудочная железа не выбежит. А если мы будем съедать, ну, примерно грамм по 50 ежедневно, то это вполне нормально. И делать это как отдельный прием пищи. Вот так вот. Спасибо. Теперь про еду. Вы говорите, что макароны не очень поедут. Да? Да. А если что там остается? Одни каши, что ли, есть? И овощные? И овощные. Значит, что такое макароны? Макароны вырабатываются из тех же крупных изделий, ну, из пшенички. Смотрите, очищается оболочка, очищается от зародыша. В оболочке содержатся микроэлементы, которые нужны для волос, кожи, костей, ногтей. То есть, это как бы наша красота. А их уже очистили. А их очистили. И они нужны еще для того, чтобы там клетчатка такая, грубо, чтобы работал желудочно-кишечный тракт, чтобы никаких запоров не было. А, каши. Сейчас мы закончим этот разговор. Вот. Потом удаляется зародыш из зерна. А в зародыши содержатся все витамины, которые нужны для того, чтобы витамины, вита, жизнь, чтобы все ферментативные реакции уничтожили нормально. А их нет. И получается, мы только крахмал. Крахмал это как жир своеобразный идет. И поэтому для того, чтобы микроэлементы взять, которые были в оболочке, их организм отдает из волос, из кожи, из зубов. То есть объединяется. Когда человек употребляет только, допустим, хлеб, либо употребляют макароны. Витамины нет. То есть мы себя сначала должны пищу эту оживить. А если мы с вами используем те же крупы, из которых делаются макароны, но при этом они должны быть цельны, мы получаем тот же крахмал, который в макаронах был, плюс клетчатку, плюс микроэлементы, плюс витамин. И получается нормальное питание. К этому просто привыкнуть надо. Но если мы привыкли к макаронам, ничего страшного. мы можем их обогатить проросшим зерном, сделать более целевым, плюс если мы съедаем мисочку салата или тушеных овощей, винегритик там различненький перед ними, съели, потом если макароны едут, примерно полезнее. Намного полезнее, нежели если мы только макароны едут. на здоровье. Спасибо. Мы изначально чувствовали себя хорошо в нашем возрасте с таким кровью. Пока мы еще не сделаем все, чтобы разжижить ее. Только начнем. Что еще с питанием, с водой? А еще что? С питанием, с водой и знаете очень способствует всему здоровью человека и в том числе движение крови и ее текучести это движение. Да, двигаться. Вот я обращала внимание, я выхожу из дома, прохожу там козел, где я живу сейчас за городом, получше себя чувствую. Но когда я уже вхожу в свой сад, я уже прекрасно чувствую. Уже меня. Ну, примерно представьте, кровь, в ней очень много различных элементов, там и красные кровяные тельца и лимфоциты и так далее. То есть, это своеобразный такой бульончик, который, знаете, циркулирует у нас, если так сказать. А он же, кровь еще и соленая. Вот. и если человек поспал, полежал, кровообращение замедляется, и это все имеет тенденцию после ночи к звучанию. И поэтому, когда просыпается, она вот еле там движется. То есть, это представляет уже, знаете, когда мы делаем холодец, холодец, он еще не замерз, но уже вот так вот, примерно. Так вот, когда мы разогреваем повторно этот холодец, он что, расплавляется. Так точно. Мы пошли. Движение пошло. Нам помогает делать то, что в кровообращении нам должны помогать самопоходка, само движение мышц, вот этого движения помогает циркуляции крови. И за счет этого крови еще нагревается, мышцы давят, проталкивают ее, кровь делается более текучей, и все это пошло. Более того, каждая частица у нас крови, имеет заряд. И если мы в основном сидим, лежим, заряд этих частиц крови уменьшается, и не имеет тенденцию к слипанию. Как только мы подвигались, все это произошло, начало двигаться, разжижаться, появляется заряд, и человек чувствует себя по-другому. Я так себе только бы не ложиться уже. Я вот вспоминаю как раз на эту тему, мужчина, открыл свойства целебные талой воды так, у него было, знаете, злощение крови, у него было, значит, варикозное расширение вен, геморрой, и так далее, и тому подобное. и вообще различные другие болезни, упадокси, сосудистые всякие. Да. Так вот, он стал только пить талую воду. Пил он где-то примерно месяцев шесть. Так вот, за это время, за шесть, за девять месяцев, у него рассосались вот эти вот тромбы, у него улучшилась циркуляция в сосудах, исчезли вот этот тромбус. И, Даня, я вот к этому спрашиваю, а лимончик можно туда добавить талую? Можно. Некоторые люди действительно любят с кисленьким. Оказывается, это очень важно понимать. А что делает кислый вкус? Не зря на Руси во время лета пили квасы, а не какую-то другую, другие напитки. Почему? Потому что кислый вкус способствует тому, что сохраняет влагу внутри тела человека. Поэтому кислый вкус, лимончик, клюква, там, брусника или еще что-нибудь такое. Ну что, что, кайсмэ. Калина сверка горчит, но тоже пойдет. Вот. Добавляйте, облитих особенно, да. Добавляйте, ну, чайную ложечку, максимум столовую ложечку, вот, и пьете. Прекрасно утоляет жажду, плюс снабжает организм всеми витамины. И знаете, что делать? Кислый вкус еще закисляя организм, способствует тому, что уничтожает различные микробы. Идет. Да, спасибо. Пожалуйста. Как вы сочетствуете после беседы? Вот это очень важно, чтобы после беседы человек почувствовал себя здоровее, нежели был лаской заблестей. Заблестей. Вы очень красивая женщина, вот, и вам вот это, действительно, добавить вот эти различные питания, движения, и, кажется, сноса не будет. Еще будет много любовников, и все такое. Спасибо, это очень момент. Спасибо. Пожелание будет в виде иду. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!